Челябинец Хабир Сулейманов и его брат-близнец Сабир родом из башкирской деревни Лимбетова Варгаяшского района. На школьные занятия добирались несколько километров в соседнее село Дербищево. О спортивных секциях и тем более боксерских поединках в далекой Америке ребята в детстве и не мечтали. Участь в Челябинске в Государственном агроинженерном университете стали мастерами спорта по кикбоксингу. Попав за океан, всерьез увлеклись профессиональным боксом. Совершенно разные виды спорта. И дело не только в том, что в кикбоксинге работают ноги. Дело вообще не в этом. А в кикбоксинге вообще не работает корпус. За счет того, что надо уходить от ног, просто уходят ногами. А в боксе больше надо двигать корпусом. И уходить от ударов корпусом. Вот это было самое сложное. В 2006 году Сулеймановы стали победителями любительского чемпионата штата Нью-Йорк по боксу «Золотые перчатки». Выступали в одной категории и вышли в финал. Однако по правилам Федерации бокса штата Нью-Йорк не боксировали между собой, а были признаны чемпионами. Они похожи как две капли воды и шутят, что наверняка их не раз перепутали в роддоме. Потому что имя Сабир означает терпеливый, а Хабир – обладающий знаниями. В жизни же получается наоборот. Я тоже, когда жил в Нью-Йорке, подписывал контракт и должен был боксировать среди профессионалов. Но несколько раз, раз в пять или шесть отменяли бой. И вот мне вот именно не хватило терпения, которое есть у моего брата. Дай Бог, Бог, все будет нормально, он добьется своего. По сложному списке рекорд-листе Хабира Сулейманова значатся 10 рейтинговых боев. Во всех одержал победы, в том числе в четырех нокаутах. Последний успех пришел в Лос-Анджелесе, где Хабир живет и тренируется несколько лет. Он одолел в шести раундах мексиканца Бенджамина Гарсию и ненагласным решением судей. Следующая, но промежуточная цель – титул чемпиона Северной Америки. Главная задача и мечта 29-летнего боксера, который занимается под руководством промоутера Стивена Баша, стать чемпионом мира. Осуществить ее чрезвычайно трудно, но возможно. Промоутер, он бизнесмен. Его абсолютно не волнует, станешь ты чемпионом или нет. Он должен сделать деньги, окупить свои расходы. Он смотрит с финансовой стороны на это, а боксер смотрит со спортивной стороны. И они как-то должны друг с другом скооперироваться и должны найти как-то консенсус. И золотую середину должны найти. Это очень важно. Я постоянно говорю свою промоутеру, что я уже готов к чемпионовскому бою. Всегда требую у него 10-12 рандовых боев. Но я думаю, в будущем у нас все получится. Когда он боксировал, вот пятый бой проводил в Ас-Вегасе, там весь зал был против него. И один только друг за него болел. И несмотря на это, он оптимист, он всегда жизнерадостный, всегда нацелен на свою цель, идет к своей цели и добивается. Потому что благодаря тудолюбию он достигнет результата и физического. От терпения он выдержит любой напор и все эти невзгоды. А как спортсмен, я думаю, это харизматичная личность, которая и тудолюбивая, и терпеливая, которая, думаю, даст в свое время прогремит, о котором узнает весь мир. Продолжение следует...